всем привет добро пожаловать на мой канал меня зовут карина и вы попали на канал вдохновение и творчество арт ска сегодня я расскажу что такое маскирующая жидкость для чего она нужна и как заменить собственно говоря вот эту маскирующую жидкость это от неской палитры это новинка этого года 2020 и соответственно я ее протестировала и также есть некоторые способы которых заменяют маскирующая жидкость сейчас я буду уже выбирать композицию которая наиболее подходящие для моей работы в будущем то есть это буду выполнять акварелью и хочу чтобы вот эти огоньки мы протестировали с вами раз таки маскирующую жидкость и так я подготавливаю акварельные краски буду использовать windsor newton и также невскую палитру белые ночи также подготовлю графические материалы карандаш и ластики это у меня ластик клячка и обычный твердый ластик чем они отличаются естественно вы уже можете самостоятельно знать либо приобрести и понять какой ластик вам более необходим я пользуюсь как и клячкой так и эластиком сейчас я начинаю линейно конструктивное построение перед тем как все таки начинать писать акварелью я легким движением карандаша наличие предметы в листе если вы рисуете городской пейзаж то всегда смотрите за расположением крыш и дорог то есть они должны быть направлены в одну точку но в городском пейзаже может быть несколько точек потому что здание у нас могут стоять не в разном положении от нашего глаза поэтому городской пейзаж это довольно таки глубокая тема а про которую можно рассказывать очень долго поэтому если вы хотите действительно научиться рисовать правильно и узнать большое количество информации то вы можете записаться на занятия и не только рассматривать видео на youtube потому что здесь я выкладываю большое количество знаний вы в принципе можете и на youtube канале узнать большое количество информации про материалы про то как рисовать но все же когда вы обучаетесь у вас есть наставник а это я так открываю баночку по случайности я закрыла маскирующую жидкость и сейчас закрывают те места которые хочу оставить не затронутой краской чтобы они были белые яркие светящиеся потому что это у меня огоньки использую сейчас белые ночи они очень хорошо ком конфигурируют с этой бумагой оба хонг я сейчас очень люблю ба хонг также у меня есть такой черновичок где я пробую изначально цвета чтобы потом легко сориентироваться такие между собой смешивать чтобы получить определенный оттенок и также для новичков я советую всегда пользоваться черновичком чтобы вы не путались в цвете то есть изначально перед тем как вы наносите на работу постарайтесь на черновичке найти тот цвет который хотите чтобы был и вообще бумага ба хонг мне очень очень нравится как хлопок она не впитывает пигмент это очень здоровски потому что если вы рисуете на хлопке вы знаете что цвет немножечко становится тусклый здесь же такого нет я была крайне удивлена когда начал работать на ба хонге поверьте когда вы начнете также работать на этой бумаге вы поймете о чем я говорю делаю плавные переходы такие плавные переходы можно сделать только на хлопке также хочу рассказать про то чем же заменить маскирующую жидкость есть несколько вариантов которые имея я пользовалась когда училась в колледже также училась в институте как-то тогда я не пользовалась маскирующей жидкостью все того что возможно ее не было возможно я не так уделяла большое количество внимание акварели поэтому в принципе мне она не нужна была но некоторые работы я все-таки использовала гигиеническую помаду то есть я накладывала ее на те места которые хотела бы чтобы они стали с белыми и также использовала горячий воск то есть покрывала те места и потом просто убирала резаком вот эти вот места а вот как вы видите я добавил фиолетовые облака и они расплываются очень очень интересно то есть я в принципе ничего не выполняла прям прям сверхъестественного знаете как нарисовать красиво облака просто купите хлопок и рисуйте то есть это действительно вам поможет в рисовании в особенности для начинающих мне кажется важно использовать хорошие материалы потому что профессиональный художник может нарисовать на всем на дереве на стекле и так далее вот и хотелось бы конечно вам посоветовать такой вот момент я выполняю такую яркую композицию на самом деле возможно возможно ночью не такие цвета но когда я рисую вечер и когда рисую ночь я стараюсь максимально добавить такие оттенки яркие чтобы работа выглядела более привлекательно и более вкусный как вы видите работа уже практически завершена сейчас я буду аккуратненько доставать этот маскирующую жидкость изначально я решила протестировать как она работает если я рукой просто убираю ноготочком поддеваю но в общем то мне так не понравилось то есть довольно таки сложно я бросила это дело и начала использовать ластик ластик превосходно работает акварель не стирать если вы работаете на хлопке если вы работаете на целлюлозе будет стирать потому что акварель остается на поверхности не забываем про это рисуем с удовольствием с творчеством с вдохновением это очень очень важно рисовать всегда с хорошим настроением друзья мое видео подошло к концу и я рада что именно ты досмотрел это видео до конца и конечно же мне интересно узнать пользуешься ли ты маскирующей жидкостью мне будет интересно почитать в комментариях сколько нас таких которые пользуются и сколько которые не пользуются маскирующей жидкостью так что обязательно пиши свое мнение и хочешь ли ты попробовать или нет так что обязательно заходи в комментарии так что всем я желаю прекрасного настроения вдохновения творчеством и любви и всем пока